Вас приветствует АМГА Начинаем смотреть финал Финал для кого-то это, как говорится, самое большое событие Но в командах есть очень опытные игроки Особенно АМГА, она обладательница золотых медалей наамской игры Но в составе города Якутска есть игроки, которые прошли школу профессионального волейбола Мастер спорта России Светлана Муратова Судья-информатор приглашает стартовый состав команды города Якутска на площадку Светлана Муратова, капитан, играющий тренер Татьяна Афонина на доигровке Светлана Шишкина Екатерина Иннокентьева Анжелика Бурцева Екатерина Подлужная И в роли либера Евдокия Степанова Таким составом Якутска сегодня на площадке Ребята вчера выстояли против команды Против команды Олегминского района в полуфинале И их соперники по финалу Команда АМГА-1 Dream Team, как ее иначе называют Воспитанницы Марии Руслановны Глухаревой На площадке в белых формах Валерия Иванова, Виктория Нестерова Ольга Макарова, Аина Жирготова Алина Шестакова И Клавдия Павлова Либера сегодня Анжела Алексеева Настроены девушки Главный финал встречи За золотые награды Сегодня переполнен многофункциональный спортивный зал Имени Сахача Вся АМГА болеет за своих девушек Кто-то в зале Кто-то у экранов телевизора Телефонов Ну а мы с вами готовы начать игру Судья на вышке Ася Бережнева Судья первой категории Город Якутск Даже с виску Сложно будет пробиться через этот шум Но команды знакомые Тактико-технические характеристики Очень известны Мария Глухарева знает обоих команд Изнутри, да? Да, вот ее воспитанницы тоже есть В составе команды Якутска И первое очко Эйсом Зарабатывает АМГА-1 Нестерова Виктория Нестерова Бессменный лидер Амгинской команды На протяжении Десятилетия Ждали этот Спидкот Миратова Аут Все было Правильно Расценено Судьями Тут Первый удар От Клавдии Приземлился В ауте Счет 1-1 Первая партия Финал Подаете Катерина Инакентьева Дальше Очень хорошего Легболиста Мы каждый день Каждый матч Рассказывая Комментируя Говорим И замечаем Что у нас Очень много Семейных Это означает Что болитбол Очень популярная игра Семейный вид спорта Да Любимая Всеми 2-2 Что главное Для обоих Команд Сильные стороны Амгинской сборной Это Командная игра Они во всех Позициях Расставляются По площадке Очень правильно Теоретически И сильная Атака В городе Якутске Сильна команда Опытом Это опытная Команда Несколько Сбавленная С молодыми Сильными Игроками И у них Игра Пойдет Как заиграет Светлана Муратова Всех своих Нападающих Подключить Да Подключить Здесь Я думаю Что Чтобы Расшатать Защиту Амги Придется Здесь Придумывать Варианты Различные Для атаки Вот пока Обмениваются Команды Ошибками На подаче Собственные Настоящий Волейбол Финальный Все еще Не начался На разгоне И Алина Шостакова Ведет мяч В игру Здесь Пушечный удар Нет Здесь Ошибка Передача Лега Теперь Судья Сразу Определяет Это ее Обязанности 4-3 Далекая Доводка И диагональ Вот Хороший Блок Закрывает Атаку Амги Высокий Блок У города Якутска Это Сильная Сторона Олю Макарову Пока Держат Ее будут Караулить Да Караулить Очень много Потому что Вчера По полуфиналу Ну Процент набранных Количество набранных Очков У Ольги Было просто Впечатляющим Два Свиска Подряд Опытным Связующим Игрокам Это редко Случается Светлана Муратова И Придется Очень Аккуратно Играть Валерия Иванова Сегодня на связке У команды Амгинского района Вчера выходила Галина Стрекаловская Но сегодня Валерия Сохраняет за собой Место в стартовой Шестерке Атака Якутска Но Вот тут Поспешила Велик был Соблазн Да Заработать Очко Скидкой Высокой В том числе Для таких целей Светлана Муратова Сегодня на связке Играет Свой Рост Использует Для таких Вот скидок И для блока Здесь Позиционная ошибка Света была Почти полтора метра Далеко Было От сетки Скидывала Как будто Стоит рядом С сеткой Подачи Подачи пока Не летят Напоминаем Мы сегодня Играем На одной площадке Вдоль Спортивного зала По полной Разметке Да По полной Разметке Места и Воздуха Достаточно Тяжело Но все равно Будет Хоть какая-то Но атака В защите Якутск Не справляется Пока И очень Правильное Решение Приняла Игрок Задняя линия Она просто Движение Мяча Кардинально Поменяла Между игроками Тот пришелся И в линию Аина Жирготова На подаче Ровно 6-6 Аина не рискует Надеется На Своих Нападающих И Скидка От Валерии Высокий Мяч Для Клавдии Площадка Но пока С задачей Поймать Клавдию Блок Справляется Да Блок Два блока Было И поймали Лидеров Но высокий Блок Четвертый Пятый Номер У нас Светлана Шишкина Сегодня Пока С блоком Два очка Зарабатывает Есть Доводка Макару По темпу Есть Либра Молодец Тут Страхует Своих Нападающих Но Анжела Бурцева Своей Сильной Кистью Выворачивает Мяч Через Блок На площадку Это Только Первая Партия Мы Заметили Что Очень Хорошая Сбалансированная Команда Может Позволить Первой Партии Как-то Сыграть Таким Образом Это Мы Видели В полуфинале И четверть Финале Вот Наконец Пушка Пушка Павлова Клавдия Зарабатывает Очко С удара Амга Выходит Вперед Валерия Иванова На подаче О Доиграть То Надо Было Здесь Хороший Момент Был У Амги Но Ошибка Была 9-7 Не зрячий Скидывает Иннокентиева Катя И на подачу Подложная Екатерина Молодая Поросль Города Якутска Эйс Зарабатывает Очко Эйс В Клавдии Павловой Надо Успокоиться Вчера Мы помним В полуфинале Девушки Амги Один Тоже Отдали Первую Партию Мирненскому Району Девочки Волнуются Все родные Скорее всего Приехали Смотреть На их игру И хочется Выдать Хороший Добротный Волейбол Перед Родными Трибунами А город Якутск Якутск Они Справились С командой Олегминска Олегминс Сегодня В бронзовом Финале Из пяти партий Сломив Серьезное сопротивление Мирненской команды Завоевали Бронзовые награды И увезут В далекую Олегму Бронзовые медали С чем мы их Еще раз От души Поздравляем Особенно капитана команды Иршову И хотели бы принести Извинения От имени От своего имени Что мы ее Называли Ошибочно Все время Ефимова В наших заявках Не смогли разобраться С почерком Ольгу Ершову Капитана команды Олегминского района Еще раз Поздравляем С бронзовыми Наградами И всю команду Олегминска Возвращаемся К финалу Финал У нас Первая партия В самом разгаре Разрыв Успел увеличиться До пяти Мечей И Мария Глухарева Брала Свой первый Тайм-аут В этой партии При счете 12-7 Екатерина Подлужная Здесь доводка Есть Это игра Виктории Виктория Нестерова Здесь заслуга В диагонали Атакует Вика И Иванова Очень хорошо Подняла Быстрый мяч Почти Полупрострел И Опыт Позволяет Виктории Перевод по линии Восьмой мяч Эйс Приносит Нестерова Очень нужный Эйс Виктория Сама родом Из села Самурсу Намгинского района Дочь Тоже Известного Волейболиста Василия Нестерова Блок По блоку Играет По высоте Мяч Неудобный Был И нападающий Приняло Очень правильное Решение Восходящий мяч Такие мячи Тоже Отлетает Очень далеко В глубину 13-9 Попытка Трибун Надавить Команду Города Якутска Но Здесь Девушки Пережал Пережал Пас был Близко К сетке И Ольге Макарой Некуда Было Деваться И пришлось Через блок Отыгрываться Но Отскок Был Неудобный Но блок У Якутска Сегодня Четко Работает Для Клавдии Это важно Первая Ишка После Пяти Неудачных Попыток Сейчас Она Свои очки Наберет 10-14 Она же Оставляет Команде Доигровку Брейку Играется Мяч Но Команда Возвращает Это Исключение Связки Но Анга Тоже Все Универсальные Игроки Диагональная Справляется С вторым Пасом Очень Хороший Поднял Мяч Высоко И Ольге Макаровой Было Удобно Атаковать В пятую Зону 11-14 Павлова Якутска Без атаки Ну Анжела Бурцева Сейчас Скидка Била И Не удается Атака Со второй Линии У Светы Шишкиной Амга Приближается Амга Догоняет Народ Требует Зрелищ И победы Могу сказать Что Город Якутска Разыграющей Светлане Муратой Приходится Очень много В глубину Откадеть И Дать Возможность Ангель Защиту Организовать Но здесь Скидка В калитку В первую Зону И 15-й Мяч Ну Накатиком Спокойно Бурцева Зарабатывает И Сама же Идет Подавать Эйс 16 Анжела Алексеева Либера Не справляется С этой С этой Подачей И Сейчас Чтобы Не отпустить Опять Так далеко Там Где Нужно Защитить Свою Подачу Обязательно Нужен Брейк Надя Синькизова Выходит На подачу Вчера В полуфиналах Тоже Видели Такой Ход Марии Глухаревой Надежда Синькизова Молодая Перспективная Обладательница Очень Сильной Подачи Вот И Сразу Очко Набирает Необходимый Брейковый Мяч Уже В копилке Для Своей Команды И Это Тревожный Знак Для Города Якутска Городу Якутску Надо Доводкой Поработать И Организовать Силовую Атаку Накатами Скидками Мир Амгу Никак Не Победить И Одним Блоком Мяч Угре Защищается Амга Долго Летит Мяч Пропадая Из поля Зрения И все Таки Очко Остается За Амгинской Командой 15 16 Подают На равенство Сейчас Татьяну Афонину Мы видим На ваших Экранах Воспитанница Вячеслава Тимофеева Хатасская Школа Волейбола Оба тренера Заслуженный Тренер Мария Глухарева И играющий Тренер Светлана Мурата По одному Разу Уже Использовали Свои Возможности Вовле От Игры И Муратова Требует Принять Посерьезнее Аут Перерыв Помешал Подающему Игроку 17-15 Хорошая Атака Наконец В исполнении Ольги Макаровой Это Фильмный Удар И Фильмная Комбинация Когда Есть Возможность Макарова Остается В диагонали Атакует По ходу По ходовой Направлении По ходовое Направлении Площадка Как в диагонали Длинче Чуть-чуть Я Меньше Ошибаешься Эйс Сейчас Игра Пошла По сценарию Амгинской Болю Доминирует Амга Она Догнала И Подачами Да Благодаря Своим Подачам В первую Очередь И блок Хороший Омги Сейчас Будет Атака Жирготова И Скидка Светлана Шишкина Не бьет Видит Перед собой Блок Двойной Вот Быстрый Перевод Попыталась Муратова Смуратова Сделать Играется Мяч Розыгрыш Защита Сильнее Сейчас Чем Атака Оба Команд И Да Хорошие Не Много Обязанностей Не летит Подача 18-18 Синтизова На подаче Играется Мяч Нет Задержка Была В пользу Города Якутска Коллективная Ошибка Фиксирует Судья 19-18 Последний Момент Принимает Макарова Сейчас Якутс Должен Выстроить Атаку Нистоватый Был пас И Не разобралась Там Екатерина Не киньте Его Надо было Накатить Или Скидывать Да В этом случае Очень Ровный Равный Счет 19-19 Очередной Есть Первая Партия Играется Финал Седьмых Спортивных Игр Народов Якутии Женщины За золото Якутск И Амга-1 Валерия Иванова Валерия Выверенная Подача И она Нацеленно Играет Шестую Зону И Очень Быстрая Хорошая Атака В исполнении Города Якутска 20-20 Анжелика Бурцева Что в конце Концовки Нужно сделать Обоим Командам Здесь Надо Держать Подачу Обязательно Да Не без Этого И Допускать Мало Ошибок Собственного Брака Что Определяет Аут Нет После Совещаний О линейных Судьях Что Показывает Кадр Линейных Судьях Мы не видим Но 21-я По пользе Города Якутска Похоже Мяч Попал В площадку Линию 21-20 Екатерина Но здесь Можно и рискнуть В этой ситуации Чтобы получить Берековый мяч Амга На месте И атака Ольги Макаровой Накатом Доигровка Через Иннокентиево И аут Молодая Екатерина Иннокентиева Чуть-чуть Слишком Перевела Кистью Мяч И по ширине На сантиметры Ошибка Нестерева Очень хорошая Подача Здесь И второй раз Иванова Задерживает Мяч Совершенно Пока ничего Неизвестно 22 22 22 На одно очко Впереди Якутск И Якутск Жена Подачи Катерина Иннокентиева Такой Трибун Появление Кого-то Заменили Но мы К сожалению Не заметили Это изменение Обязательно Увидим После перерыва Разыгрывающего игрока Заменили Трибун Трибун 24 Трибун 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 Тут Светлана Муратова Пыталась Играть в нападение Она сегодня На связке Здесь Здесь Взаимность Давай 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 В городе Якутска Выстроена игра таким способом что диагональ и связка могут поменяться меняться не приду спасут второй зоны и клапки павлова на подаче надо было не ошибаться понимает все глава и первая партия но это привычная психологическая остановка амги сборной командам гир номер один главной команды первую партию вчера тоже мирнинским девушкам отдали амгинские волейболисты а мужчинам ги их не хватает на третью партию да как мы заметили по ходу этих соревнований якутск первая партия записано на счет характерный танец победителя от татьяны афониной в этой победе больше заслуг амга на ошибалась лимит ошибок обычно партии 5-6 для команды это нормально а здесь и частные но больше 10 мячей отдали за счет собственных ошибок и непроходимый блок города якутска двойной передней линии девушки и высокорослые сегодня преимущество роста они исполна использовали амбардин в этой победе амбардин в этой победе амбардин в этой победе Мы все поняли, сейчас надежда, что разыгрышный игрок, связка с главной сборной Амгинского Луса Иванова будет в порядке. Мария Голухарева в этом даже персонально заинтересовала, спросила, запустить, выпустить или нет. Посмотрим. Но чувствуется, что скорости полета мяча недостаточно для обоих команд. Это тоже сбивает Амгус с привычного ритма игры. Девушкам надо сейчас поймать тот ритм, где они привыкли соревноваться. Очень много собственных ошибок сбивает команда с ритма, и сбои это сказывается в счете. Ну а пока вторая партия, финал, игра за золото. Вторая ошибка, вторая. Первое очко в первой партии тоже осталось, да, за Якутском? Тут опять... Переходы. Клавдик. Полная ступня считается заступ в чужую площадку. 1-1. Вот наглядно видим эмоциональную и психологическую подготовку команды. Очень уверенно ведут себя девушки в площадке. Они как настоящие лидеры, да, себя ведут. Они подводили себя к этому матчу. Это была главная цель пятилетнего цикла подготовки. И особенно последнего полугодия. Много игровой практики у девушек. Опыт Светлана Мурата и позволила выиграть этот мяч. Сложный был мяч. Ниже троса сетки. Но она с боковым... Подъемом мяча отправляет восьмой метр. Такие мяча не берутся. 2-1. А здесь... Простой накат. Но это тоже доказывает, что... В городе Якутске есть в команде игре какие-то фографии. Команда играет углом назад. Четыре принимающих, но все стоят. Три-два. Когда, интересно, в последний раз Якутск выигрывали АМГУ в финале? Не помните, Александр? Ну, в своей комментаторской практике я этого еще не видел. Когда меня нет, только выигрывают, наверное. Четыре-два. Основные, последние финалы остаются все время. Или за Сергея Ляхом, или за Амгой. Блок. А вот 5-2. Ольга Макарова требует почему-то. Я не заметил тут. Но просит выше передачу. Показывает, что низковато. И ошибается на подаче Туяра Емельянова. 3-5. На линии подачи Якутска Татьяна Афонина. Жест был перерыва. Буквой Т. Ответ тоже, да? Опытные игроки сразу замечают. Когда в защитной ряды... Все 6 игроков находились внутри 6 метров. 3 метра, шириной 9 метров было свободно. Попадив в любой угол, и мяч выигран. Доводки нету. Сильная подача от Макаровой. И тут обмениваются девушки скоропостижными скидками. Да, здесь связующий игрок номер 3. Хотела сразу выиграть. Галина Стрекаловская. Потом получилось, что мяч был обратно. И не смогла организовать низко. Второй пас был. Седьмой мяч за счет ошибки. Три второй передачи, да? Свисток. И на подаче Амга. Аина Жирготова. Да, у Аина такой хитрый. А дальше уходящий от игрока. И часто девушки не точно принимают. Городые Якутска. Пока мы ударов не видим. Но тут Якутск бьет. Правда, не сильно. Либери выше сетки нельзя. И поэтому вот такой перевод был мяча. Играется мяч. Становится легкой добычей Светланы Шишкиной. Нет, очко дается Амге. Сейчас разберемся. Режиссер обязательно повтор покажет. Касание сетки. Да, сетки коснулось. Ну, площадки чувствуются. Грусть пьедестала. Главный путь. 9-4. В концовке, в третьих-четвертых партиях мы увидим обязательно всю мощь обоих команд. Да, потому что это уже последняя игра, последнее мгновение игр, к которым они так готовились и которые прошли. Когда оба команды идут одинаково в шоке, никто пан и пропал не будет. Да, когда уже останется несколько розыгрышев, тогда будет играть. 10-4. Скорее, якутцик берет перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Шесть мячей. Шесть мячей по ходу турнира отыгрывались много раз, особенно в женской сетке. Субтитры создавал DimaTorzok. Вторая партия. Ой-ой-ой, да. Третий номер пока не находит. Не чувствует пока девочек. Галя. Очень высоко. Пора, наверное, Иванович запустить обратно. Но она сама доверила. Доверила там Мария Глухарювас. Касание сетки. Не вынужденная ошибка. Помощь команде. Переносит. Оборачивается двойным ударом. Для города Якутска. Проигранный мяч. Это означает, если выиграл, ты уже впереди, да? Если отдал, уже два мяча. С одной розыгрыша. Аут. Не нашла я свою игру. С эмоционального плеска она не вышла. Здесь игроку номер три. Катерина Подлужная. Простая прямая подача. Дает возможность. Возвращает мяч Светланы Шишкина. Здесь комфортные условия. Атаку Амги и Виктория Нестерова. Да. А здесь, заметьте, да? Виктория за счет своего опыта скорректировала. Да. Переждала вот высокую передачу и спокойно добила до пола. Когда Виктория в лучшей форме. Блок аут. Блок обычно. Не замечает. Делать нечего. Да. И против Виктории и Блоку. Вика пока сейчас. После травмы. У нее травма на колене была серьезная. К сожалению, Екатерина Никентьева пока с подачами. Мы видим на экране главу города Якутска, мэра города Якутска. Светлану Сардану Владимировну. Эй, Сардану Аксинькиу. Болеет за своих девушек. Хороший розыгрыш. Не могу сказать, что это. Почему-то до пола мяча не доходят. Пять. Таков женский волейбол. В том числе скидки тут играют немаловажную роль. Первая скидка и да, нелогично. Четыре раза била сильнейшими ударами Амга, но успеха не принесло. А город Якутска тихонько отзащитилась и спокойно. Ну и здесь тоже Макарова молодец. Увидела площадку соперника. И двумя руками быстро направила пустую шестерку. Хорошая подача. Запланирована была, но не достигла своей точки. 9.14. Ахонина Татьяна. Хорошую скидку, подачу выдает. Татьяна тоже была много лет в составе команды Сергиля. Знает игру девочек Амги. Не понаслышке. Надо быть Светлане Шишкиной поосторожнее. Аида Женкотова. Ну, в балетболе переходящие мячи тренера советуют доигрывать. Потому что, да, вот спиной стоит в чужой площадке. Можно ожидать любого подвохода. Чтобы ударом наверняка, да? Да, поэтому, да, чтобы организовать доигровку нормальную. Лучше сохранить, удержать мяч до третьей передачи. Светлана Муратова, это очень опасно. Укоротила подачу на этот раз. Но, амга, амга. Исполнителей нападающих ударов в амге достаточно. Виктория Нестерова. Очень спокойно. Но зрячий, да? Далеко. Так и должны играть в таких ситуациях. В первую или пятую зону. Восьмой, девятый метр закидывается мяч. Мяч долго летит. И команда готовится к сильной атаке на защите. Блок готовится. Наконец-то пошла. Нужный момент заработала Клавдия Павлова. Ну, просто состав игроков настолько оптимальный, да? И нападающие такие все стабильно сильные, что выделиться кому-либо будет сложно. Будет сильная командная игра. Здесь Клавдия двойной блок обгорала. Чисто. Хорошая доводка. Укоротила мяч. Восемнадцать-одиннадцать. Закрепила очень хорошую кистью. Синькизова у нас будет водить мяч. Но она иногда... Выходит на подачу и может подать яйца. Просчитали Клавдия. И очередная ошибка. Да, вот... Все-таки смена... Частая смена связующих игроков. Когда Светлана Муратова отходит, подготовит атаку. Особенно психологически надо строить игру и связки надо готовиться, да? Знать. А когда тебя подключают к пасу в два-три раза за игрой, здесь можно легко ошибиться. Тем более, сегодня строго судится. Такая ошибка. Да, судейство финальным играм заметно подтянулось. Девятнадцать-одиннадцать. Рискнёк. Вот о чём мы говорили, да? Уходящая такая подача, но летит прямо в лицо игроку. Девятнадцать-одиннадцать. Психологически такой удар получит сейчас город Якутск после положительных эмоций. И может оказаться в третьей парте в сложной ситуации. А это игра Муратовой. Быстрая такая. Скидочка. Кулачко. Да. Затылка. Тыльной стороной, да? Да, да. Неожиданно сработало. Семнадцать-двадцать, да? Двенадцать вот. Двенадцать-двадцать. Сейчас Амге будет очень комфортно играть. Пробивает Анжела Бурцева и попадает в неудобную точку для соперниц. Одиночный блок был. А Кладди уже готовилась атаковать. Ответ. Виктория Нестерова. Да, в спорте звезда должна быть спортивная такая. Брейковая доигровка в времени куча. Играется мяч. Но это случайный. Но везет на этом отрезке города Якутску. А везет к сильнейшим, скажем мы. И этот отрезок очень хорошо провели команда города Якутска. Правда, они все еще в роли отстающих. Подъемка ошибается. Связующая. Пробивается блок двойной через трос. 15-21. И это Светлана Муратова. Со второй линии атаковала. Остается 6 мячей разницы. Амге нужен прием. Вернется обратно. Нападение? Да. Вы так полагаете, да? Нет, нет. В связке. А, в связке. Сейчас она в нападении. Да, потому что игра не сложилась. Перестроиться. Частое перестроение командной игры дает много погрешностей. Ну, от нехорошей жизни, да? Перестроилась в городе. Хотя... Выискивают какие-то... Да. Другие варианты. Хотят вводить в заблуждение, да, своих соперниц. Потому что в классическом противостоянии против Амги выиграть сложно. Все это прекрасно понимают. Вот такой удар от Макаровой. 23-15. 24-15. 9 сетболов. Ну, риснем. Скажем, что здесь 1-1 будет счет. 25-15. 1-1. Вот начинается настоящий финал. И настоящая игра амгинской команды. Борьба за золото. Золотой финал. Мы с вами смотрим. Якутск и Амга. На площадке дарят нам волейбол. Ну, иногда бывает такое, что уже город Якуса в чекоманном зачете среди городов и промышленных районов большим отрывом. Первое место занимает, да? Да, занимает. А Амге надо, слава по вас, призовую тройку набирать очки. И на волейболистов очень сильно рассчитывает команда, организатор, игр. Да, должно быть так. По программе и судьям донесли информацию, что еще итоговая таблица не готова. Шесть видов еще разыгрываются медали. И в сельском, в центральных сельских, в большокрупных сельских районах, в группе, в второй группе, идет борьба. Серьезная, да? Да, серьезная борьба, но первое место уже почти определено. Чоровчу догнать будет остальным командам очень сложно, но за призовую тройку несколько больших улусов претендуют. В том числе и хозяева. Ну, наверное, когда прогнозы делали, на этот девушек железобетонно. Да, коэффициент ставок, наверное, был очень низким, наверное, если у нас таковые букмекерские конторы существуют. И Амга-1 всегда на всех соревнованиях выглядит традиционно фаворитом, да? Ну, не выглядит, а является фаворитом. Мы знаем, что Сардана, глава города Якутска, Мир города Якутска, Сардана Аксинькива, очень спортивная. И ценное указание Светлана Маратова получила. Но меня импонирует команда Амга-1, что Амга играет собственной силой. Да, все девушки-уроженцы. Ну, и город Якутска тоже. Все живут, работают, учатся в городе Якутске. И состав по обеих команд. Но я скажу просто патриотизмом. Все равно скажу, что это город Якутска, да, с большой 300 почти тысяч жителей, а вам где-то сколько? И за родную Амгу, да, матушку Амгу сражаются местные девочки-красавицы, которые сами недавно бегали на зеленых просторах. Ну, и благодаря школе и волейболу, да, такое вот внимание в старшему поколению наставников волейболе большое спасибо. Несколько республиканских турниров в Амге проводят. Часто памятники и честь. Турниры проводятся. Проводятся. Третья партия, 1-0, город Якутска, Вперед. Вот всегда в начале партии Якутск берет первое очко. Не знаю, что это означает, просто для информации. От блока в аут. Мощь удара, нападение... Макаровой. Да, Макарой доминирует, да, в обоих командах, атакующих действиях, в сборной, в первой сборной и... Ой... Вот это было красиво. Светлана Муратова. Это по-мастерски. Как свои лучшие годы, да, над сеткой. Поднялась и сразу... 2-1. Видать, такое указание получилось. Света, давай за родной Якутс. Действуй сама, да? 2-2. Но в волейбольном поле один не воин. Мы это видели в бронзовом финале. Сколько старался Артамонов, Иннокентий, лидер атаки у Салдана, это не помогло. Эйс. Бронзовыми медалистами среди мужчин, давайте уж скажем, да, стала команда Амгинского района. После этого финала мы ждем мужской финал в исполнении Иннамского и Чуропчинского районов. Любители волейбола, спорта, не отходите от экранов телевизоров. 3-3. Второй... Да, здесь... Скидка тоже неожиданная. Скидка была рассчитана. На скот сразу было видно. Ну, Светлана успела взглянуть на площадку. Атака достойная. Тоже, скажем, мастерская. Хотя у нас девушки кандидатами или перворазрядниками являются. Первый спортивный разряд. Ну, пора им дать хорошее звание спортивное. Но коллекционная квалификация в волейболе очень сложная. Надо стать игроком профессиональной команды там. Требования большие. Большие, да. Внутри республики выполнить какие требования сложно. 5-3. Но хочется назвать всех мастерами. Эйс. За дело взялась Макарова. Героина предыдущей финала в намцах. И... Вчерашнего полуфинала против Мирницких. Сегодня тоже достойно играет. 6-3. Переходящий мяч. Есть страховка. Ну, сейчас доиграет Амга. Смазанная вторая передача. Молодой... Молодой... Связка. И по темпу она чуть-чуть пока не попадает. Но в защите очень цепко играет Амга. Будет атака еще раз? Нет. Мяч скидывает Галина Стрекаловская. И ответ. Ответ от Якутска. Неправильное решение было это. Поменял рисунок игры. А, еще не приземлился мяч. Играется. А я вместе с командой Якутска было подумала, что уже все. А теперь вот все в этом розыгрыше. Четвертый мяч. Нас заволновал полностью. И зал, и нас. Хорошую игру в защите мы увидели. Превосходство защиты над атакой. Сегодня защита в высоте. Ошибка нападения. Не было касания. Спасибо режиссеру за повтор такого плана. И Светлана Муратова коварная. Аут. Да, Светлана рискует. Это правильно. Потому что нападение удержать. Если блок передний, блок низковат. Там будет победить. Решить надо с карьера. Это проблема с линией подачи. Аут. И не допускать таких ошибок. Города Якутска. Да, характерно. Когда высокие уходят в защиту. Города Якутска отвечать нечем. Сейчас посмотрим. Со второй линии атака идет. Владисы накатывает. Вот оказались в этой расстановке на линии две молодые волейболистки. Две Екатерины у города Якутска. И Клавдия Павлова. Блок аут. Через ход играла. Десятый мяч. И тоже есть. Аина Жирготова. Сегодня своими подачами. Очень много очков набрала. За команду АМГИ. Муж Айсен Жирготов тоже будет играть. В золотом финале. В составе команды Намского района. Так что есть. Шанс завоевать. Две золотые награды. Семьям. Жирготовых и Павловых. Одиннадцать пять. Задергалась Либера. Города Якутска. Дает возможность опаковать. С комфортных высот. Отскок от блока. Сейчас в пользу АМГИ. И отрыв становится все более ощутимым. Перерыв берет команда города Якутска. Послушаем сейчас девочек. Девочки, подправьте прием. Будет прием, мы заберем тратить печок. Бей. Просто прыгай и бей. Светлана Муратова сразу почувствовала, что у молодых девушек, у Светланы. У Катерин. И у Катерин, да. Катя, Катя, это Катерина. Да что надо бить. На Жирготову сейчас был тайм-аут. Она очень хорошо подает сегодня в финале. Доводить надо. Катерин все нипочем. И без атаки Якутска 5. Сейчас будет передача. Скидка. Клавье Павлова. В прыжке двумя руками уложила мяч. Как были ярди, да? Нашла же место. За счет паузы переиграла спокойно. Да, немножко провисела в воздухе. И чук. Скидочка в пустую зону. Вот Катя выполняет инструкцию тренера. Но блок. Но хотя бы бьет. И прямо в девяточку приземляется мяч. И в лава заслуга ее есть. Мяч-то переходящий был. И город Якутск сумел организовать. Вот молодец Либера. Города Якутска. Траектория мяча была такая. Евдокия Степанова. Высокая и упала. Ну, здесь ответ. Нестерова. Третий метр площадки. Ну, а в середине третьей партии. Счет 14-6. Ну, в четвертой партии, скорее всего, все разборки пойдут. Бескомпромиссные, да? А сейчас немножко позволяют себе девочки оставить на потом. Антенна. Антенна. 7-14. Да, такой... Ну, длинный марафон, да? Почти можно сказать. Давайте мы играть с 3 июля. Сегодня седьмое у нас. Каждый день по одной игре, по пять партий. Да, пятый день соревнований. Да, пятый день соревнований. Эмоционально вот... Выгорание, может быть, немножко есть. И, конечно, физическая усталость. И переживания за мужскую сборную. Ну, и есть... О них надо забыть вообще. Сейчас у нас свой финал. А мужья-то вечером-то соревнований. Мужья и без нас разберутся, наверное, думают девушки. Ну, я вот... Я обычно вижу, когда команда играет в охотку, да? Но сегодня вот в Анге все девочки призывают, что надо проснуться. Такого задора, огонька нету. На академической играет. На классе, да, сейчас пока? Надо бы еще хуражу поддобавить. Часто они стоят. Командное движение такое. Как вы выражаетесь на прямых ногах? Это признак усталости или признак... Нехарактерный для Ангии. Ну, вот сейчас выходом на площадку Валерии Ивановой. Может быть, изменится. Скорость, темп игры, да, увеличится. И со стороны Якутска Екатерина Подлужная на подаче. Аут. 15-10. Город поднимает кого? Здесь блок постоянно по блоку. И классный удар по блоку в аут от Клавдии Павловой. Одиннадцатый мяч в пользу города Якутска. Многовато ошибок на подаче сегодня, сейчас в финале. Тут уже наступает, видимо, время Клавдии, да? Вот классные, ну, сильные, сбалансированные команды. Вот у них ротация, да, паса. Ну, видать, все равно она играет постоянно. Ну, конечно, играет постоянно. Связка отработанная. И она действует. Ну, видимо, от Марии Руслановны у Казани играть на Клаву сейчас. На Ольгу. У Валерии. На Карова забила. Не, ну, Клаву начала почаще задействовать. Восемнадцать-одиннадцать. Ну, у обоих команд стоит задача тайбрейка до волейбольной лотереи не довести. Надо решить в четвертой партии. Да, что-то сегодня в финалах у нас с Либерами что-то происходит. Кроме одного Нюргуна Иванова, да. Он классно сыграл в первичном финале. А здесь вот поднимает Махарова. И есть очередной мяч с нападением. Двадцать одиннадцать. Пас хороший. И поднимается Ольга для своих забивных атак. Спиха. Переходится Муратой поднимать вторую линию. Мы здесь примудрили. Увидела, что на блок прыгает Муратова. И мяч не дошел. Попал. Игрок сборной МГИ попала. Площадку. Шум. Шум. Вы все слышите. Болельщики специально собирают пустые пластиковые бутылочки. И вчера видели. Играется мяч. Людей, которые собирали в эту бутылочку камешки. Специально. Возле спорткомплекса. И таким образом шумовой фон у нас обеспечен, как в самых настоящих игр российских высших лиг. В такой ситуации, когда есть седьмой, восьмой игрок. Городу Якутску как противостоять ОМГе? Сейчас нестандартный ход, который не применили, не принес успеха. Своего лидера вытащили в атаку. Но паса нет. Сейчас надо максимально сильно подавать. И бить, как Светлана просит. Потому что одной ей не справится. И молодые. И Иннокентиев, и Катарина Особина. Скраина должна заработать полную силу. Да, побольше. Да, никаких скидок. Бить, бить. И рисковать на подачу. Это возможности отработать такой, усилить подачу, чтобы не получить атакующий удар от ОМГи. В четвертой партии это пригодится. С глубины надо снизу было, да, просто высокий мяч поднять. Не рисковать пальцами. 22-13. Макарова и Ольга. Нацеленно все. Играется, направляется любая подача в Либера. Какой шум от удара, да. Такой силы и сам удар. На подачу выходит Надежда Синькизова. За Ольгу. На подачу, да. Оля будет отдыхать. Готовится к четвертой партии. Ну а здесь от Синькизова HD поглох. Она хорошо подает. Ну и бьет она неплохо. Упростила. Играется мяч. Бьется в одиночку за команду. Угадала на правиле. Ну поправила руки, но время драгоценное перелетело. Для страховки тут никого нету. Сейтбол неприлично много. 11 сейтболов. Во второй партии Якутс тоже дошел только до 15 очков. Надо что-то менять, придумать. В первой партии хорошо работал блок. И за счет этого во многом выиграла команда Якутска. А сейчас Амга просто рвет и мечет. Вот так. Молодцы девушки. Не сдаются. Один отыграли. Сейтбол. 14-24. Ну в этой ситуации надо пересковать. Я своих слов не отказываюсь. Надо сильно подавать. Светлана это может. 5 по 5. Иванова решила эпизод, да? Да. Не ожидали от нее. Не откладывая в долгий ящик. Девушки завершают третью, четвертую партию, третью партию в пользу себя. И счет по партиям 2-1. Впереди Амгинская команда номер один. Идет финальная встреча. Игр народов Якутии. Якутск Амга. Счет вы видите на экранах. До чемпионской игры пока качество Амгинской сборной не дотягивает. Но это, ну, игра такая. Город Якуз позволяет Амге играть с падами. Да, вот эта игра позволяет им держаться, держать счет. И особо пока не выкладываются девушки. Не рискует. Но вот психология победителя видно в команде. Они в любой ситуации, в любом положении, вот потерях мяча, досадных даже, досадных ошибках. Они не замечают, они дальше делают свое дело. За счет этого две партии безоговорочно, без вопросов за Амгой. И сейчас для города Якутска наступает момент прыгнуть выше своих возможностей. Игрой раньше это удалось девушкам из Алекминска, да, выиграть, выстоять против команды классом выше, против Мирденского района. И Алекминск завоевал бронзовые награды игр. И сейчас мы ждем такого же камбэка, мини-брейка, подвига от команды города Якутска. Вот она перед вами. И в городе Якутске необходим второй лидер. В городе Якутске обязательно. Нужен еще лидер, который возьмет игру в защите. Доводкой надо что-то делать. Помочь надо Либер своей. Но мы видели в Сардана Аксении, ну, глава города Якутска мэра, все это подсказало. Очень приятно видеть в болитбольных баталиях, когда руководители наших городов, улусов, районов посещают такие соревнования. Сейчас четвертая партия город Якутске подает. Екатерина Иннокентьева и Ольга Макарова возвращается мяч. Доводка была хорошая, но пас не получился. И Светлана Муратова неудержима пока. 1-0. Екатерина Иннокентьева. Она что-то не рискует подачей. И команда Якутска с трудом защищается от нападения. Съема плавдии. И блок площадка. 2-0. Очень высокий блок. И правильно, отведенный блок, чтобы отскок был. Но отскок был очень хороший, площадка. Ольга Макарова с кидочкой первый мяч. С трудом снимается город Якутска. Подачи на Кентьевой. Все время доигровка защита города Якутска была хороша. Но за счет скидки Клавдия Павлова. И хорошая подача сразу. Сейчас. 2-2. Якутска сейчас надо. Панель пропал, да? Как раз наступает. Отдав эту партию, отдают встречу девушке. Играется мяч. Света, как мы полагали, вернулась в связку. Но это угроза. Она с двойки-то. Скидочки у нее убойные. Высокие и быстрые. Но надо все равно над кого-то привлекать в нападение, чтобы... От себя отвести, да? Внимание. И тут хороший вариант для Якутска. 4-2. Анжела Бурцева. Родом из села Сырдах у Салданского района. Успешно играет. За команду гордой Якутска. И подачи у нее убойные. И ударить может. Караулили. Явно караулили. Пронос. Часто прибегает к этому ходу Светлана Муратова, да? И Амга уже просчитывает. 4-4. И пора городу Якутску нормально-то поднести снаряд в мяч Муратовой, чтобы она дала возможность своим нападающим почувствовать. Туяра Емельянова осталась в стартовой шестерке. В четвертой партии. И на связке Валерию Иванову мы видим. Без атаки. И Брековой доигровка. Сентерно. Не поняли. Комбинацию заранее не заготовили. Что судьи поделяют? Ошибка второй передачи. Задергали, да? Ивановка. Сискали. 6-2. Пришлось снизу. Такими чем я судьи. А тут поспешила Светлана. Левой рукой, по-моему, пила, да? Да. И рабочей рукой. Да. И поэтому не закрыла кистью. 5-6. Ольга Макарова. Она не рискнет. Шишкина Светлана. Наконец возвращается в игру. Немножко спад был у нее, да, в атаке? Мочи не получала. Просто доводки не было. Да, сейчас в диагонали хорошая атака у Света получилась. Точно хорошая доводка. Через блок. Екатерина Екентьева в плохих передачах не помогает команде. Она ждет выверенную высокую передачу. Привыкла, видать. Да, чтобы с разбега над сеткой, да, забить. Еще раз. Но здесь от Муратова и на качественный пас получает. И переводом по линии. Нам, да. Блок на месте. Эпизод тогда, перевод по линии был. И защита Анга прекрасно сыграла и ответила. Мясо греет. Играет цепь у Мясо. Отменивается скидками связующие игроки. И тут пробивает Якутск. И немножко впереди. В четвертой партии. Здесь не повезло. Связки надо было сохранить. Места-то выбрала правильно. А Нестера просто на опыте обыграла всех. 8-8. Такие мастерские паузы, да? Выдерживает Виктория. И блок уже спускается. Она видит. Это сложно. Это дано природой, говорят. Многие тренера, что... Чувство, да, такое? Да, видит поле. И рассчитывать свои движения. Моментально это от природы. Талант. Амга выходит вперед. Девятый мяч. Тоже скидкой. Мяч в площадке. Вот так надо примерно играть в городу Якутску. Вот Бурцева сейчас пока не очень... Не доходит до нее передачи. Она обычно забивная. Екатерина подлужная. 2000 года рождения подлужная. Задумано было хорошо, но чего-то не хватило технических действий. Девятый мяч в площадку. Девятый мяч. Девятый мяч. Девятый мяч. Девятый мяч. Возможно, время было. Время было. Мяч такой висящий был, но не договорились. Девятый мяч. Девятый мяч. Девятый мяч. Вот хорошая защита. Город Якутс в середине четвертой партии решила далеко не отпустить. И Амган не намерена рисковать пятой партией. Мы, дорогие друзья, видим на площадке золотых и серебряных медалистов. Седьмые из партикеды народа в Якутии в Амге. Финальная игра. Блок-аут. 10-3. 13-2-1 впереди Амга. Но в первой партии город была сильнее. Иннокентиева. Она может усилить подачу, но не рискует. Хорошо сыграла Бурцева. Брековый мяч. Защита блока. Город Якутск. Ждали тут Клавдию, да? 11-13. Есть возможность еще раз. На отбой играет, но двойное касание. Да, правильно, через кросс играла ее. Клавдия Павлова. Отчаянно бросилась была Либера. Жиркотова, да? Да, это Жиркотова. Ждет разбег. И быстрая атака на доигровке. 15-11. Эйс. Да, сегодня этой подачей пока не справляется Екатерина Иннокентиева. Так быстро набрали. Пять очков девушки. Амги. Амги. Это их не заслуга. Все рабочие мячи с подачи и с нападающих ударов. Да. Город сопротивляется, но эффект... Надо сломить. Табло пока совсем другое. Вот опять сумбур, да, в действии. На отбой играет город пока. Лишь бы как-то вот так продлить себе дыхание. И здесь можно что-то придумать надо было. С двойки Муратовой надо было паздать, да, наверное? А тут она сама зарабатывает, наконец. Очко для Якутска. 12-16. Ну, тревожно за город Якутск. Пока резервов, направлений таких, чтобы одолеть Амгу, не видно в почерке. Только кураж. Да, здесь на отбой играет город. Ну, или, так скажем, не позволяет по-другому играть Амгай в городе Якутск. Да, вот это будет скорее, вернее будет. 17-12. Ну, и такое ощущение, что 60% только играет от силы девушки. Туяра Емельянова на подаче была у Амги. Ну, бьется Светлана, бьется. Бьется. Мяч доходит. Играется мяч. И такое тоже случается. Вот это ошибка из-за того, что нападающие не были готовы. Света ждала. Все стояли втроем. И готовы нападения никто не было. Никто не отходил, да? Да, не отходил. И просто... Или они заранее не договаривают, какую комбинацию, какой удар будет, какой высоты будет мяч. Играется. Играется. Опять по темпу чуть-чуть. Не то хотели бы опять показать город, где хочется. Такой хороший темп игры. Долгий розыгрыш. Девушки задали тут жару. всегда мяч остается за 1 трудное положение приходилось решать победный мяч и блок площадка не старого сегодня без брака играет очень добротно мастерскую 19 13 что тут можно придумать якутску чтобы остаться на плаву задержка мяча надо сначала перерыв взять поймал но последний надо использовать и надо подать светит рисковать играется мяч сейчас где атака скилышко до сих пор же выкина Анжела Бурцева со второй линии. 15-19. Одно очко было отдано за задержку подачи. И сейчас ударом зарабатывает очко Якутс. В этой ситуации перерыв вперед. Ситуация нормальная. Рабочая, да? Да, здесь даже мужском в волейболе этот счет считается хорошим. Здесь даже можно, если Амгач чуть порасслабится, то потом на кураже город Якутс может четвертую взять. Здесь светла, не надо рисковать. Брейковый мяч необходим. Потому что съемок в городе, сборная Алмаза в порядке. Атака в порядке. Ну, Амга есть Амга. С глубины площадки вращающийся быстрый мяч и город с этим пришлось переходящий мяч Нестер и просто поправить. Атака что с первой линии, что со второй. Одинаковые по силу просто прилетают мячи. И без блока девушки забивают часто и красиво. Ну, это был площадки мяч после атаки. Ну, площадка, площадка. Девятый мяч. 8,99. Нет, это аут. Судья на линии, видимо, показал аут. Для таких случаев специально стоят судьи на линии с флажком. Тут вмешиваются девушки. Нужный мяч теряет город Якуз. 20, а есть 16. Катастрофа приближается. Серебряные медали скорее достанутся городу Якуз. Ну, 8 мячей, в общем, 8 розыгрыша ощутимых. Амга не позволит себе. Такого провала, да? Вот один есть. 17. 21. Да, здесь выходила связка и все игроки. 22.17. Подрастерялась под Лужной, Екатерина. Право ошибки города Якутска нет. Больше нету. Макарова Оля возвращается. Макарова. На атаку выпускает опытную Ольгу Макарова, капитана команда. Капитан Ольга. Играется мяч. Ну, здесь переходящие мячи. В пользу города Якутска. 18.22. Во второй и третьей партии девушки Якутска доходили только до 15.13, да? Вот здесь. Площадка. Поле. Да, зал сейчас забеспокоилась. Свои вот брейками мячи-то Якутска получила. Оу! Это вообще ни к чему не нужная ошибка на подаче. Без риска, без ничего. Небрежно как-то. Ну, вот опыта таких больших площадок не хватает, да? Да, видим. Да, в городе у нас такого количества зрителей в таком зале нет. Ну, молодые девушки впервые играют в финале Игр Народов Якутии. Вадим, Вадим. Закрывают Муратову. Ну, прием был. Взбитый. Да, совсем уж еле как успевала Шишкина с приемом. И закрывают на блоке, тем самым зарабатывая себе пять матч-болов. Команда АМГИ-1. Перерыв последний. Светлану некуда было деваться, да? Трижатый мешк верхней сеткой был. И Ольга просчитала, что Светлана будет рисковать. Можно было вернуть надо игрок. Не успевала просто. Да, не успевала. Взбитый прием. Ну, клады, есть шанс золотую точку поставить. Желательно эйсом, да, для нее. Не знаю, не будет рисковать. Счет хороший. Вот, подача тоже неплохая. И собственная ошибка. АМГА чемпион. Золотые медалистки седьмых спортивных игр народов Якутии. АМГА ликует вместе со своей золотоносной командой. Поздравляем девочек, тренера Марии Руслановну Глухареву, руководство АМГИ, федерацию АМГИнского волейбола, золотой медалью на домашней спартакеаде. Много было сил вложено, любви к волейболу, труда ежедневного, упорного тренировок. И вот результат, пожалуйста. Счастье от победы. Город Якутии. Поздравляем серебряной медалью. Спасибо, девочки, за то, что подарили нам четыре партии в финале. И пора сказать шестерку лучших команд по волейболу среди женщин. АМГА, Якутии, Алёкминский, Мирненский, Мегина-Кангаласский и Оленёкские районы. Такова шестерка лучших женщин на сегодня по волейболу. АМГИнский флаг гордо развивается на удачной площадке. Лиги мы в женской сборной в течение 10 лет получается. 14-й год, 4 года АМГА. И 19-й год, 5 лет тоже АМГА. На этой приятной ноте, сохраняя в памяти этот фотоснимок, кадр АМГУ со своим флагом и Якутик с серебряными медалями, мы с вами прощаемся с эфира. С вами были Татьяна Иванова и Александр Ушницкий. Татьяна Иванова и Александр Ушницкий.